В Наринмарской детской школе искусств пополнения. В распоряжение творческих ребят и их педагогов поступили три высококлассных инструмента. Электронная пианино, концертный ксилофон и рояль ручной работы. Последний, кстати, доставили в окружную столицу прямо из Германии. Первый концерт на новом оборудовании воспитанники школы дали на днях. Побывала на нем и съемочная группа. Алина Ваучейская с подробностями. Пальцы 12-летние Ульяны Забниной ловко бьют по клавишам. На последней репетиции перед первым в этом сезоне концертом девочка еще раз прогоняет творческий номер. И наслаждается игрой на новом инструменте. Мне очень нравится то, что у него очень укультуренный звук. И каждая нотка слышна. Даже когда три пиано стоят, все равно это будет слышно. Каждый звук он отдает. Роскошный кабинетный рояль ручной работы был изготовлен по специальному заказу на немецкой фабрике «Август Ферстер» в лучших традициях фортепианостроения. В этом году в Россию завезли лишь два подобных инструмента. Прежде чем оказаться в актовом зале детской школы искусств Нарьинмара, он преодолел путь из Германии до Москвы, а оттуда уже на грузовом автомобиле. Его отправили в далекое Заполярье. Конечно, мы переживали. Мы переживали, потому что путь прошел в рояль очень сложный. Из Германии в Москву, из Москвы в Нарьинмар. Держали на контроле не только я. Я выражаю огромную благодарность специалистам компании «Зарубежь Неведобыча Харяга» за то, что они контролировали каждый шаг. Погрузку в городе Москва. Как у нас рояль двигался в город Нарьинмар. Вместе с роялем к нам сюда приехал настройщик. Замечательный настройщик, тоже высочайшего уровня, который занимается только с фирмой «Август Ферстер». И он отметил высокое качество доставки инструмента в столь даленный регион. Музыкальная бомбоньерка композитора Машелеса в стенах Нарьинмарской детской школы искусств, пожалуй, никогда не играла так торжественно и красиво. Звучание инструмента и его ферменный тембр не оставили равнодушными и главу региона Александра Цибульского. Честно говоря, прям заворожило звучание рояля. Наверное, чувствуется, что это инструмент очень высокого класса. Я очень рад, что в нашей музыкальной школе появился инструмент, на котором действительно можно воспитывать звезд мирового. Такие инициативы, они, может быть, напрямую не влияют на экономику, не связаны с бюджетными вливаниями, но тем не менее, очень приятно, что компания, которая, с одной стороны, в том числе обеспечивает нам хорошую бюджетную составляющую, еще и не забывает о составляющей социальной и помогает нашим детям. Впрочем, рояль – не единственный подарок от недропользователей. В июне при поддержке партнеров Хорегинского СРП работала летняя творческая школа, а в августе – кочевой детский сад. Кроме того, Центру развития и образования были выделены средства на приобретение оборудования в мобильный компьютерный класс. Планы на следующий год пока только формируются. Пока рано говорить о каком-то конкретном проекте. Но уже сейчас можно сказать, что мы продолжим сотрудничество с нашими традиционными партнерами в сфере образования. Мы понимаем, что воспитание нового поколения – это дело, которое требует регулярной упорной работы. И мы рассматриваем наш вклад в это дело как долгосрочный проект. Кстати, в этом году Хорегинское соглашение о разделе продукции продлено еще на 13 лет. А это значит, будут созданы условия для стабильного развития и реализации новых социальных проектов. Ну а маленькие звездочки детской школы искусств теперь смогут радовать жителей округа концертами классической музыки, играя на новом рояле.